Завершающаяся неделя для Тверской области оказалась богатой на события. Масштабное открытие Ржевского мемориала с участием двух президентов России и Белоруссии, общероссийское голосование по поправкам в Конституции России, а также поэтапное возвращение региона к привычной жизни, в частности, открытие загородных летних лагерей для детей. Эти темы стали главными во время традиционного эфира на телеканале «Россия-24» с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени. Подробности прямо сейчас. Открытие Ржевского мемориала — грандиозное историческое событие и одно из главных мероприятий международного уровня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул губернатор в своем интервью. Это означает признание значения Ржевской битвы как ключевого события Второй мировой войны, как символа общей памяти и глубокой благодарности всем, кто защищал нашу Родину под Ржевом. На сегодняшний день этот памятник — один из самых крупных мемориальных комплексов. Он, безусловно, станет востребованным местом посещения, в которое будут стремиться приехать наши соотечественники и гости страны. Уже в первые дни после открытия Ржевского мемориала советскому солдату посетило около 12 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковой республики Татарстан. На вопрос, какие эмоции испытал Игорь Руденин на открытии памятника, глава региона ответил однозначно. Его переполняло чувство гордости. За нашу страну, за Тверскую землю, за то, что восстановлена историческая справедливость. И мы приняли решение дальше развивать эту территорию, создать парк с открытым показом военной техники, которая будет постоянно экспозиция пополняться. Там же у нас есть площадка для поисковых отрядов, которая тоже будет задействована. Еще одной важной частью беседы в студии стало обсуждение итогов голосования жителей региона по поправкам в Конституцию. За внесение поправок отдали свои голоса почти 72% избирателей Верхней Волжи. Это говорит о готовности граждан к будущим переменам, подчеркнул губернатор. Игорь Руденя искренне поблагодарил каждого жителя Верхней Волжи за участие в голосовании. То, как отнеслись жители Тверской области к голосованию, я считаю, что в данной ситуации я только могу сказать слова искренней благодарности всем, кто пришел, кто проголосовал. Глава региона не оставила без внимания тему борьбы с коронавирусной инфекцией, а также снятие ряда ограничительных мер, вводившихся в связи с пандемией. Уже сейчас в регионе возобновили свою работу летние веранды-кафе, открылись для посещения парки, начали принимать посетители санаторий и турбазы. А в ближайшее время на территории региона возобновят свою работу шесть детских загородных лагерей в пяти муниципалитетах. Главное условие работы всех лагерей – это соблюдение всех мер безопасности, которые рекомендованы управлением Роспотребнадзора. Это ежедневное измерение температуры, это уже невозможность вожатым и сотрудникам в течение смены выходить за территорию и обратно пребывать. Это отсутствие так называемых любимых родительских дней. А с начала августа планируется открыть палаточные лагеря и дневного пребывания, отметил Игорь Рудене. Напомним, что в этом году в связи с изменением федерального законодательства организации отдыха и оздоровления детей могут работать только при условии включения в специализированный реестр Тверской области. Сейчас в него входит 622 организации.